здравствуйте друзья сегодня видео называется всем или мы рождаемся одинаковыми добрыми и с одинаковыми преимуществами постараюсь сегодня максимально все объяснить рассказать подробно с точки зрения неразвитого человека мы все одинаковые потому что вся система наша построена одинаково одинаковые детские садики одинаковые школы одинаковый подход к воспитанию детей одинаковые условия содержания и так далее то есть вся наша сегодняшняя система она построена одинаково ну там с какие-то исключения есть нам садик монте-сори там и так далее но мы это не берем то вся официальная государственная система она вся построена одинаково для одинаковых людей то есть наша система наши правители наши люди ну вот представляете какой имеет уровень образования развития что они подразумевают что все должны быть одинаково вот то есть это и религии подразумевают что мы все одинаковые это и система в которой мы живем подразумевают что мы одинаковые и правители и все кто создает эту систему причастными то есть все считают что мы все одинаково но на самом деле это так или нет когда душа приходит в тело человека она во первых приходит у всех в разное время дети рождаются от разных родителей от родителей у которых тоже разные характеры разные гены если у кого-то карма нету карма то есть изначально ребенок и души разные все приходят разного уровня развития хотя и земля имеет одинаково измерение до час восемьста третье измерение планеты люди приходят на эту планету уже изначально души уже изначально разные с разными программами кто-то более развита кто-то менее развитый программа закладывается нашими создателями либо судьба да мы называем это судьбой и программа мы уже называем более профессионально и в этой программе детально все прописано какой характер будет кем может быть этот человек где должен жить какой заработок у него будет насколько он счастлив будет какие-то защиты может стоять у него в какой семье он рождается в какой стране с каким достатком он всем их рождается смогут ли его родители правильно воспитать сами ли они понимают как надо заниматься воспитанием детей очень много признаков которые влияют на человека если вы заметите то бывают гении бывает что детей тянет к гуманитарным наукам к физико-математическим есть дети которые быстро начинают говорить есть дети которые медленно начинаю ну то есть с опозданием считается что с опозданием начинаем это всего лишь программа у нас были на консультациях люди которые начнут говорить после 20 лет представляете такие даже встречаются есть дети которые тянутся очень сильно к маме есть которых папе тянутся есть которые дети изначально рождаются их никто не учил они уже обманщики они уже обманывают родители как вот мой например да уже в три года научился обманывать самостоятельно кто его учил никто не знает просто такая программа то есть родился под к определенным знаком зодиака уже начинает обманывать хитрить и так далее втихаля что-то делать чтобы не видели родители поэтому изначально в этот мир приходит вообще все разные с разным уровнем развития когда мы идем в детский садик одни дети должны ходить детский садик обязательно для своего развития другие не должны ходить потому что детский садик очень сильно может нарушить психику ребенка что потом больше будет проблем я понимаю что все работают все заняты никого нет времени там отдает детский садик хочет ребенок не хочет взял сумку швырнул все давайте занимайтесь я пошел там плачет ребенок и плачет никого не волнует все ушел работали ушла на работу то есть ну то есть в таких семьях так бы да нет возможности там заниматься детьми там нянечку какую-то часто на и так далее вот поэтому ребенок попадает один в детский садик попадает другой дома сидит никуда не ходит третьим там как получится занимается мама папа там нянечка и так далее то есть насколько получается плюс еще тот характер который сущности закладывают он изначально человека ведет пожизненно самостоятельно есть люди которые стеснительные да вот я на празднества себя помню настолько стеснительным был боялся застенчивым там лишний раз открыть рот лишний раз там с кем-то поговорить там к начальству подойти какую-то лекцию прочесть кому-то там я стеснялся меня трясло там когда выступал перед профессорами там в институте там и так далее то есть это через всю жизнь мою прошло вот конечно с возрастом уже понял воспитал себя передел перепрограммировал работал над собой до гораздо проще теперь стало то есть теперь минимальное волнение осталось ну и плюс когда развивается человек это все уходит мы все разные кто-то не боится высоты кто-то боится кто-то воды боится кто-то не боится кто-то холодная плохо воспринимает кто-то вообще балдеет закаляется вот кто-то там с девушкой легко знакомиться без проблем кто-то путешественник кто-то домосед домосядец домосед кто-то любит читать кто-то не любишь откуда это откуда это все объяснить откуда потому что разная программа о чем мы все время говорим а для вашего правительства это все одинаково все могут быть военными все могут быть летчиками налетчиками кем угодно то есть а на самом деле нет на самом деле далеко не по если нет то зачем тогда система одна на всех если нет если все вроде бы понимают как врачу мы приходим с проблемами что у вас говорит вы должны больше гулять на воздухе больше двигаться правильно питаться вот там контрастный душ принимать там кто-то не есть и то есть хороший сон меньше стрессов еще это традиционная медицина вот так же здесь вроде бы все понимают что мы все разные вроде понимать что есть призвание какое-то какое-то призвание говорят часто откуда это призвание берутся но никто не объясняет вот но программа для всех одинаковая подходы ко всем одинаковые учителя к одинаковые так умные какие-то учителя видят когда дети разные пытаются немножко по-разному со всеми себя вести по-разному учат обучают но это редкость большая в основном конечно все стандартно институт и подходы какие-то и так далее то есть никто не выявляет никаким образом очень редко склонность людей детей к чему-либо да там либо ты спортсмен либо ты идешь стороны физика математики там либо это идешь в гуманитаре есть люди которые вообще ленивые как бы да то есть они вообще учиться не хотят то есть такие программы тоже есть чтобы человек до кого-то возраста дошел и понял что надо над собой работать приступить через лень вот кому-то не нравится какой-то характер у людей да допустим могут забраковать на каком-то этапе там спортсменов например еще не вовремя кто-то разглядел там либо там ко всем когда подход одинаково очень сложно кого-то выявить тем более сейчас люди они с такими узкими направлениям смотрят на все и очень тяжело с такими людьми когда такие люди учителя правители люди от которых зависит будущее всей страны на люди которые любят воровать воровывать там да вместо того чтобы называть свою страну люди которые там ответственны за культуру за науку там за историю то есть то есть это просто боль много предателей находятся к сожалению власти которые все это переворачивают еще пытаются рассказывать что мы не должны детей учить ничему и в интернете и где-то еще что это неправильно поэтому мы все разные разные подходы ко всем кто-то школу в шесть лет должен идти кто-то в семь школу или должен кто-то в частную школу должности кто-то в государственную кому-то надо дома заниматься то есть цифровое обучение проходить да кому-то обязательно надо общаться с другими детьми кто-то замкнут себе не хочет ни с кем общаться то есть надо смотреть за ребенком надо внимательно за ним смотреть как он растет чем он интересуется какой у нее характер вот под какой звездой родился в какой год есть характеристики этих знаков да к нам часто обращаются чтобы посмотреть куда направить ребенка здоров он не здоров там вот может ли он там языки какие-то изучать или нему это не надо так далее какие-то хобби может быть то есть все вот эти нюансы они очень важны в нашей жизни тут один писал что снимите лекцию расскажите что добрые мы же все добрые дети рождаются дети далеко не добрые рождаются вас просто нам никогда детей не было дети очень злыми злые могут быть вот и дети дерутся между собой пытаются доказать чему свое превосходство там отнять велосипедик самокатик там конфетку толкнуть кого-то если кто-то что-то не делает также обижаются дети тоже довольно таки злые бывают поэтому все зависит от программы плюс все зависит как родители воспитывали до зачастую как бы понятно что родители не хватает времени на воспитание на работу на самом деле это очень серьезный труд большой когда мы воспитываем детей это очень много времени надо посвящать когда мы отдаем в детский садик тоже могут ходили женой смотрели разные детские садики смотрели реакцию александра сына как бы да вот смотрели реакцию сына и не понимали хочет он поначалу не хочет туда идти там до присматривались вот и за этот период времени когда много детских обошли видели кто обучает девушки 22 года 21 чему она может научить она сама еще такая же вот то есть здесь и нужны воспитатели со стажем там который любят детей вот это очень важно для понимания для работы над детьми в школах также должна проводиться и воспитательная работа и обучение должно проводиться я уже не говорю насколько у нас сейчас неправильное обучение и переписаны все книжки сейчас начинает государство задумываться что да надо возвращать нормальное образование нормальные учебники давать и так далее поэтому мы далеко все недобрые есть добрые злые есть агрессивные если в обильно есть обидчивые застенчивые есть вруны вот есть ленивые тщеславные жадные то есть это все закладывается вот какие-то моменты могут проявиться чуть позже какие-то момента могут проявиться чуть раньше у кого-то в программе изначально прописано кем должен быть самого детства у кого-то начинает появляться в 10 лет у кого-то в 14 года после 16 лет то есть у всех все по-разному да то есть мы все разные хотя программа закладывается с детства одна но она модифицируется как бы до постепенной плюс еще программу души как бы за ну то есть характером неизменный ростом вес плюс минус толщина кости там цвет глаз это все неизменная программа есть изменяемая часть программы есть неизменяем и и конечно вот у нас недавно разговор был по поводу знаков зодиака что все там кричали там несколько примеров при он не одном и скорпионы не такие мы такие славные тогда я говорю не говорю что все плохие это характеризует некоторых людей просто если допустим есть у человека агрессия например что плохо смотря сквозь стороны посмотреть до агрессии есть вот но это не умаляет что человека другие заслуги есть человек который хочет не хочет обманывает у нее это в крови просто заложено в программе есть люди которые смелые другие боятся чего-то плохо это хорошо там смело не смелый пошел на войну и убили там потому что не понимал до конца потому что слишком смелый вот есть люди которые застенчиво что-то боятся и в жизни добивается гораздо всего позже здесь нету хороший плохой там да и характеристики вот эти до с точки зрения астрологии вот с нашей знаний на ней все рабочие вот не на сто процентов конечно астрология процентов уже на 70 наверно той сущности продолжают стирать все эти грани между знаками зодиака немножко путать их начинают так далее но в целом как бы люди они соответствуют им знакам плюс-минус и надо обязательно заниматься ребенком все мы разные знать куда направить можно консультацию обратиться работать естественно с ребенком каким бы он ни был послушным будет непослушно там все вы должны сделать выполнить свою часть программу о живут развиваться выполнять свою часть программы вот поэтому все мы разные разные у нас судьба разная программа по разному мы будем учиться по разному будем слушаться по-разному мы активны кота больше энергии куда меньше энергии кто-то больше болеет круто крепче иммунитет изначально кто-то более болезненный и так далее все зависит от программы все зависит от питания от той среды где ребенок находится от родителей а эту тему можно бесконечно продолжать потому что направление очень много до у человека его характеристик тоже очень много некоторые характеристики нам даются для того чтобы мы в последующем взрослого возраста работали над ними некоторых родителей вот за что мне такое там ребенок непослушный такой сякой это тоже ваша программа это тоже ваше развитие это тоже ваше испытание так что развиваемся идем вперед пишите свои комментарии не забывайте пересматривать наши видео предыдущие пересматривать обязательно писать комментарии если есть темы интересные обязательно снимем видео успехов вам всех благ до свидания